Все мы хорошо знакомы с гравитацией, но вот что такое антигравитация? Во-первых, антигравитация это слово, которое применимо ко всему, что движется против гравитации. Это движение при помощи отталкивания от чего-то. Способов ее создания просто не счесть. Когда мусор летает по ветру, когда мы подпрыгиваем, когда птица взмахивает крыльями, она генерирует под собой кольцевой вихрь, который движется вслед за крыльями. Вихрь это инертный сгусток воздуха, он имеет массу и плотность, большую, чем остальной воздух. Птица опирается на него, опуская крыло плавно, так, чтобы не разрушить, и позволяет имеющемуся внутри вихря потоку толкать себя. Можно также сказать, что птица, опуская крыло, отбрасывает вихрь как реактивную массу, прежде сгенерировав ее взмахом. Когда мы говорим об антигравитации, имеется в виду манипулирование гравитацией, поскольку гравитация является фундаментальной силой природы. Ученая, которая утверждала, что открыла антигравитацию и смогла создать условия для ее достижения, звали Нин Ли. Основная идея, включенная в ее статьи, по всей видимости, происходит из одной основной концепции. Речь идет о сверхпроводниках, которые, по сути, представляют собой вещество, которое может проводить электричество без сопротивления. Это означает, что энергия не теряется, проходя из точки А в точку Б. Обычно состояние сверхпроходимости достигается, когда вещество охлаждается до определенной критической температуры. И одним из побочных эффектов ее достижения является эффект Мейснера. Полное вытеснение магнитного поля из объема проводника при его переходе в сверхпроводящее состояние. Данную концепцию можно применить к сверхпроводникам в будущем, и это принесло бы много пользы в разных областях науки. Но при этом, одна из основных проблем со сверхпроводниками заключается в том, что здесь нам нужны невероятно низкие температуры. Низкотемпературные сверхпроводники вызвали интерес к высокотемпературным, которые на самом деле относятся к веществам, которые сверхпроводят при выше отрицательных 196 градусах по Цельсию. Также для того, чтобы данные объекты изменили нашу повседневную жизнь, определенно понадобится сверхпроводник комнатной температуры, который еще предстоит обнаружить. И хотя недавно он и вправду был найден, проблема была в том, что он существовал только при экстремальных уровнях давления, что делает его непрактичным в использовании. Но Нин Ли утверждала, что высокотемпературный сверхпроводящий диск, который она разрабатывала, может действительно создать эффект, подобный силовому полю. Ее первой серьезной статьей было исследование о влиянии гравитационного магнитного поля на чистый сверхпроводник, опубликованный в 1991 году. Затем она публиковала множество статей на эту тему, суть которых сводилась к тому, что ионы, вращающиеся в перпендикулярном к их оси вращения поля, создали бы антигравитационный эффект, если бы большое количество ионов могло быть выстроено в так называемый конденсат Боза-Эйнштейна, который по сути является экзотическим состоянием материи, в котором все атомы действуют как единое целое. Нин предположила, что такое выравнивание может быть возможно путем захвата ионов сверхпроводника в решетчатую структуру в высокотемпературном сверхпроходящем диске, что в свою очередь привело к разработке 12-дюймового прототипа уже упомянутого диска. Если процитировать одну из статей, первое, что нужно понять об устройстве Ли, это то, что оно не изменяет гравитацию, а скорее создает гравитационное поле, которое может быть либо притягивающим, либо отталкивающим. Ли описывает свое устройство как метод создания невиданного ранее силового поля, которое действует аналогично гравитации. Поскольку он может быть отталкивающим или притягивающим, она называет его гравитацией переменного тока. Ее коллега Ларис Молли добавляет, что для работы ее устройства потребуется еще один компонент, который является вращающимся двигателем для отдельных ионов. Хотя теория Ли прошла через научный процесс контроля качества, получила экспертную оценку и также был сконструирован высокотемпературный сверхпроводящий диск, остается много темных пятен в исследованиях на данную тему. Ли также ушла из Университета Алабамы, где работала, и с несколькими коллегами начала самостоятельно коммерциализировать устройство, основываясь на ее теории и запатентованной технологии изготовления высокотемпературных сверхпроводящих дисков. Следующим шагом Ли было собрать несколько миллионов долларов, необходимых для создания асинхронного двигателя, который индивидуально раскручивает ионы в диске. Чтобы смоделировать машину на компьютере, нужно было не менее двух лет. В свою очередь Ли заявляла, что инвесторы хотят контролировать технологию. Она отметила, что это слишком важный прорыв в науке, который должен принадлежать всему американскому народу. Но что странно в статье, так это то, что это все происходило в 97-99 году. С одной стороны, последний эксперимент, который она провела, показал, что ее теория вообще неэффективна, и что ее результат наложил новое ограничение предполагаемой связи между сверхпроводниками и гравитацией. Ли сама об этом публично заявила. Но, несмотря на этот факт, через некоторое время Ли все же оставила свою должность в университете и основала компанию под названием AC Gravity LLC, чтобы продолжить свои исследования. Ее коллега Дуглас Тор также вскоре основал свою компанию, работающую с AC Gravity. Остается открытым один вопрос. Если вы сами действительно верите, что ваша теория была тупиком, то почему тогда вы все бросаете и создаете компанию, суть которой исследование несработавшей теории? Здесь важна также роль исследователя, который делал другие схожие эксперименты в это же время, по имени Евгений Подклетнов. Он был инженером по керамике, который занимался исследованиями в технологическом университете Финляндии, где в 92-м году, после проведения экспериментов над сверхпроводниками, опубликовал рецензированную статью, в которой утверждал, что наблюдал 0,3% гравитационное экранирование во время своего эксперимента. Это было сделано, по сути, с помощью вращающегося сверхпроводящего диска, охлажденного жидким азотом, при определенном количестве оборотов в минуту, когда объекты над диском, по-видимому, имеют эффект снижения веса. В 96-м году он опубликовал статью, которая первоначально прошла рецензирование, также утверждая, что на этот раз он наблюдал 2% эффекта гравитационного экранирования. И только после того, как эта статья была слита в воскресный телеграф, ученые Финляндии набрали смелости раскрыть детали первого в мире антигравитационного устройства. Позже руководитель исследовательского отдела, где работал Подклетнов, утверждал, что понятия не имел, что эти эксперименты вообще проводятся. Впоследствии Подклетнов отозвал свою вторую статью уже после того, как она была принята. Он также потерял работу в университете из-за всей этой истории. Никто так и не смог повторить его эксперимент, хотя самым близким к такому же результату было Европейское космическое агентство в 2006 году. Логично, что для достижения чего-то нужно проделать те же шаги, что и человек, который уже преуспел в вашем деле. Именно эксперимент Подклетнова пыталась повторить Нин Ли в 97-м. Буквально через год Нин Ли получит от Министерства обороны США грант на сумму около 500 тысяч долларов. Этот грант был выделен ей для проведения дальнейших экспериментов в ее теоретической работе. Однако ничего больше о последующих экспериментах неизвестно, и карьера Нин Ли с этого момента утопает в загадках. Компания Ли существует до сих пор, вот только неизвестно, где сама ученая. Одно из последних ее упоминаний было замечено в 2001 году после публикации новой статьи Подклетнова, в которой он ссылался на ее имя. Вообще были подозрения, что он мошенник, но этот факт не мешал другим причастным к науке персонам финансировать его проекты. В 2002 году Ник Кук из еженедельника James Defenses Weekly утверждал, что он с Подклетновым получили в свои руки еще один слитый документ — результаты брифинга для внутреннего проекта. По словам Кука, в России был продемонстрирован антигравитационный луч шириной 10 сантиметров, который, по-видимому, успешно отражал объекты более чем в полукилометре с малейшей потерей мощности. В ходе брифинга также утверждалось, что такая технология может быть преобразована в новую оружейную систему, способную испарять объекты. И хотя было подтверждено, что презентация действительно имела место быть, никто не хотел признаваться в финансировании проекта. В мае 2003 года Нин Ли упоминается в последний раз. Тогда она выступила с речью об измерении гравитации переменного тока на спонсируемой компании Митро Конференции по высокочастотным гравитационным волнам. Кажется, что она все еще изучала гравитацию переменного тока на тот момент. После этого единственное, что можно связать с Ли — ее электронное письмо, в котором она писала, что наблюдала 11-киловаттный выходной эффект гравитации переменного тока. Также в 2008 году появилось интервью с журналистом Тимом Вентурой. В нем он утверждал, что Ли пропала, и с ней никто не может связаться. И предполагал, что, возможно, она вернулась назад на родину в Китай. Из-за чего — неизвестно. То ли ей, по некоторым сведениям, начали угрожать, то ли она устала от ответственности из-за известной ей секретной информации. Большое спасибо за просмотр. Если тебе понравилось видео, жми палец вверх. А также не забудь посмотреть наши другие выпуски. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!